Приветствую, друзья! И мы продолжаем серию видео о покупках, совершенных 11.11. Все мои впечатления по этому поводу вы можете увидеть в обзоре на статив. Ссылочку я оставлю под видео. Также посмотреть другие обзоры на другие товары, совершенные 11.11. И, собственно, давайте приступим. На данный момент у меня осталось две посылки, которые пришли 12.12. Вот такая маленькая и вот такая чуть побольше. Белые посылки я получаю впервые. Давайте начнем с нее. И там, тадам, такой огромный молд. Просто безумно классный. Я его уже доставала и трогала, и еще не использовала, но уже с ним познакомилась. Так, он довольно хлюпенький, но при этом он упругий. То есть, несмотря на тонкость, он довольно упругий. Он толстенький. Он равномерный по всему размеру, равномерной толщины. Вот. И безумно красивые вот такие вот перышки. Конечно, цвет у него такой ядрено-розовый, я не очень такой люблю, но это для работы, и поэтому какая разница. Вот такие перышки. Я думаю, что многие, может быть, догадались, зачем я приобрела перышки. У нас в России, в Москве, конкретно, ну, в России, в Москве, не знаю, в России, я заказывала как-то моды в магазине на ярмарке мастеров, и там тоже были перышки, но немножко другого качества и другого вида. Я над ними очень долго думала, в итоге решила, что брать их не буду. А здесь, если вы присмотрите, здесь не 4 разных перышка. Получается, что вот это перышко и это, это как бы одно и то же пюре, пюре, перо с разных сторон. То есть, оно одной и другой стороной отпечатано. То есть, в принципе, можно сделать даже двухстороннее перо. То есть, отпечатать тоненькие экземпляры одного и второго, и потом их просто склеить друг с другом. Я обязательно это попробую. И маленькое перышко, оно точно такое же, оно как будто бы левое и правое. И если отпечатать две эти половинки, а потом сложить вместе, то, может быть, получится двухстороннее перышко. Я пока не знаю, нужны ли мне будут двухстороннее перышки. Но обязательно эту технику попробую. То есть, может быть, это получится круто. И надо обязательно попробовать либо в сыром виде, либо в засеченном. То есть, как лучше все-таки это дело складывать. В общем, такой вот молвик, он огромный, он суперский. И все вот эти прожилки довольно качественные. Видно, что они нигде не слиплись, нигде ничего не налипло, никакой пленочки. То есть, все они прям вот отдельными волосками. Ну, очень хорошее, видно, что хорошая качество. И молв плотный, толстый, упругий. Не смотря на то, что он мягкий, при этом он упругий. В общем, качество мне нравится, очень хорошее. И следующая пасточка, она такая маленькая. И здесь была пусто. Здесь был вот такой вот каф. Ну, что про него сказать? Каф, он и в Африке каф. Так был. Я брала под медь. Там были еще под церебро и под золото. Под золото мне показалось, что как-то это выглядит очень вычурно. А вот. Под серебро это все выглядело очень дешево. И самый нейтральный такой цвет. Я вот выбрала бронзу. Вот такой он маленький. Сейчас поближе сделаю. Вот такой он маленький. Даже не надо, как его показывать. Вот такого диаметра. По качеству я вам скажу, что он довольно тонкий. Выглядит хлюпеньким. Он гнется. То есть его можно зажать. Вот, я думаю, что видно, да, как пружинит. Вот. На нем есть дефекты. Не думаю, что будет видно. У меня не настолько качественная камера. С одного вот здесь, в краю, есть зазубрины. Прям такие конкретные. С одной стороны, вот здесь цвет хорошо лег. С обратной стороны, на цвете есть пятна, дефекты. Вот. То есть я брала его в качестве эксперимента. То есть, опять же, очень многие товары, которые очень дешево стоят. Он стоил, по-моему, 13 рублей. Или что-то около того. И плюс на него была скидка. Что удивительно. Помните, у меня был обзор на штемпельные подушечки, которые стоили чуть больше 50 рублей. И продавец не сделал на них скидку. На 11-11. Эта штучка маленькая стоила, по-моему, 17 рублей. Продавец сделал на нее скидку. И купила я ее за 12 с копейками. Вот. В принципе, я еще не надевала. Просто не представляю, как это все делается. Так, сейчас. Как это должно по идее выглядеть. А вот. Удалось надеть. Нажимаем. Вот так это выглядит. Давайте поближе покажу. Надеть, чтобы было видно. Вот. В принципе, оно держится. Но не очень-то сильно держится. То есть, вот, я ее буквально вниз опустила, и все, и она уже снялась. Вот. Возможно, что нужно ее как-то посильнее зажимать. Но, опять же, то есть, я зажала посильнее. Я не могу сказать, что она прям хорошо держится. То есть, если ее потянуть вниз, она сползает. Вот. То есть, ну, четко, короче, здесь не додумали. Капа не особенно качественная. Но, я найду ее применение. Вот. В общем, вот такие были приобретения. Вот такой маленький. Такая маленькая капа и такой замечательный молд. Подписывайтесь. Кстати говоря, если я еще не напомнила, то у Ютуба сейчас нововведение. И, кроме того, что нажимая на кнопочку подписаться, вы должны нажать на колокольчик. Иначе вы не будете получать уведомления об изменениях и новинках на канале. То есть, ваша новостная лента не будет пополняться моими новыми видео. А если вы хотите их получать и смотреть каждое новое видео, то вам нужно нажать на колокольчик и поставить галочку об уведомлении обо всех изменениях на канале. Так что подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и не пропускайте новых видео. Пока-пока.